Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 12 апреля. Как всегда, сейчас буду отвечать на ваши вопросы зрителей. Но как вы понимаете, что здесь не только вопросы, вот и важны эти выпуски, ответы на вопросы тем, что здесь и рекомендации, и советы всех зрителей. Вот про огурцы, когда я начала говорить, что мне одна знакомая порекомендовала Кураж, и пришло так много положительных отзывов о этом сорте огурца со всех концов нашей страны, что теперь я точно на 100% стала уверена, что это сорт, который стоит выращивать. Я вчера уже купила Кураж и купила вот эти изумрудные сережки, которые тоже люди порекомендовали. Вот в чем прелесть вот таких наших обсуждений, что несколько комментариев почитаешь, действительно хороший сорт, значит стоит попробовать. Вот будем теперь в этом году испытывать Кураж и изумрудные сережки. Одна женщина, ну зрительница, сказала, не знала куда девать эти огурцы с этих изумрудных сережек. Буду пробовать, вам все покажу. Вот Ольга Потехина пишет, Кураж от Гавриш очень урожайный, беспроблемный. И Лена Ошкина пишет, Кураж хороший огурец, каждый год его сажаю, вкусный, красивый, долго хранится, очень урожайный, советую. Вот достаточно 5-6 таких комментариев, и я уже убеждаюсь, что сорт хороший, потому что несколько людей ошибаться не могут. И я вот эти вот дальнейшие комментарии про Кураж буду пропускать, потому что мы уже поняли, что Кураж хороший. Вот некоторые советуют Маша, Клавдия. Так, вот написано, выращиваю много лет, довольна. Кураж от Гавриша, Пономарева Ольга пишет, выращиваю 6 лет с 8 растений, собираю по ведру корнишончиков. Ну все поняли, что Кураж это хороший, значит про Кураж я больше не читаю, комментариев очень много. Я не ожидала, что столько восхитительных будет от него, о нем отзывов. Значит, действительно, моя знакомая не зря мне порекомендовала этот сорт. Так, огромного здоровья, Татьяна Власова пишет. Вот опять же, 7 каждый год, Кураж, экипаж. Так, тут Татьяна Власова стих написала. И вот про Шошу, когда я сказала, что Шоша, вот про Шошу тут другая ситуация. Одни пишут, что Шоша понравился, а другие пишут, что выращивать больше не буду. Еще интереснее вот про такие спорные огурцы, действительно ли он хороший или он плохой. И когда мнения разделяются, то очень интересно проверить. Вот Нина Дроботова пишет, что садила в том году огурец Шоша, очень понравилось. А где-то вот выше сейчас пойдем, там написано, что больше выращивать не буду. Так, ну Дмитрий Чернов пишет, не портите нервы, это по поводу плохих там комментариев, кто сто раз спрашивает, почему я не отвечаю на вопросы. Так, вот опять хвалят кураж. Ой. Так, вот внучок, который я всегда выращиваю, пишет Любовь Константиновна, пробовала впервые год назад, понравился. Мне ночью внучок аж из Москвы прислали, не нашла у нас. У нас, я говорю, так удалено очень все от всех, что иногда хорошее до нас не доходит. Вот пишет Настена. Замочила я огурцы, побегаю с ними, буду на день в теплицу выносить, а вечером заносить. Кстати, кураж тоже в этом году попробую. Так вот я ранее урожай так и выращиваю. Вот сейчас солнышко, я раз понесла лоток, выставила на улицу, а вечером похолодает, часов 7 вечера назад заношу. Но зато эта беготня, это, как сказать, вознаграждается самыми ранними. Когда в позапрошлом году, в мае, у меня в конце мая мы уже ели вдоволь огурцы, ну побегать пришлось, да. Ну тут опять про дорожки пишут, что можно весь огород в асфальт закатать. Я все-таки мечтаю сделать дорожку, буду, наверное, нынче хоть одну сделаю. У меня и формочки есть, вот говорят, что можно вручную заливать, но у меня некому заливать, сама я даже не хочу пробовать, пытаться мне некогда. Так, кураж хороший сорт. Ну вот тут пишет Сергей, что они не нравятся ему, вот эти гибриды, что лучше садить какими-то петербургский экспресс фирмы биотехнология. Ну я таких семян не знаю, я даже редко слышала. А, ну есть биотехнологии, да, у меня перец есть, по-моему. Вот опять, что кураж понравился. Я говорю про кураж, прям каждый второй отзыв именно про кураж, что люди... Так, вот фирма Манул, хорошие огурцы. Я, если честно, не запоминаю, какая фирма, я знаю, что название, я вот даже не знаю, какой фирмы у меня Настенька и внучок, мне понравилось, я выращиваю. Еще какая-то была, какой-то хороший забыла. Так. Вот про это. Смотрите, вытягиваются огурцы и все тут подсвечиваю, и солнце видит, может чем их поливать, чтобы не вытягивались. Ну тут советуют монофосфатом калия. Вот смотрите, огурцы вытягиваются они всегда, почти всегда. Именно поэтому чаще всего люди их сначала сеют в маленький стаканчик 200-граммовый, а потом, когда уже у них начинается первый-второй лист, пересаживают в 500-граммовый с заглублением по 7 долей. И потом он уже во взрослом состоянии, он уже так не вытягивается, у него уже толстый вот этот стволик делается. Я, если честно, я никогда ничем их не поливаю, не исправляю вытягивание вот это огурцов как-то вот этими химическими добавками, удобрениями, элементами. Возможно, можно, но я смотрю, что вот монофосфат, его же как для развития корневой системы, да, чтобы предотвратить вытягивание именно на ранней стадии. Но я смотрю, корневая система развивается прекрасно, и я не хочу вмешиваться вот в жизнь этих огурцов. Я сейчас у меня появятся 2-3 листика, я перевалю, я в позапрошлом году все подробно показывала, я переваливаю в 500-граммовый, а потом вот этот ранний урожай переваливаю в ведерко, 2 огурца в ведро. Никаких вытягиваний нет, но на первых парах, вот когда они маленькие, они всегда вытягиваются, и у всех, да, стоят под лампами, да, все им хорошо, и на солнце выношу, и все равно у них вот эта ножка высокая, это их как минус, какая-то вот такая специфика, характеристика. Знаете, когда получаются коренастые вот такие без вытягивания, у меня знакомая одна выращивает, когда она сеет и выставляет, прям вот как у меня тоннели для томатов, ну на более поздних сроках, конечно, она выращивает на улице, когда там прохладно и много солнца, тогда они не вытягиваются, но тут шревато, тут должен быть огородник очень опытный, потому что они похолодание не сильно переносят, нужно следить именно вот эти температуры, чтобы не было понижения, это можно загубить, но на улице они всегда, вы заметили, когда в открытый грунт мы сеем семена, они же не вытягиваются, они раз, всходят и сразу делаются коренастыми, просто потому что у нас вот комнатные условия всегда действуют на них так, они тянутся. Так вот пишет артист, хороший сорт, можно выращивать на окошечке, Люба написала. А Сергей Батищев пишет, что Шоша это река в Тверской области, селекционеры из партнера, кто-то из них, наверное, имеет дачу на реке Шоша, в честь этого дали название, возможно. Так, Кураж шикарный сорт. Вот про бордосскую смесь, может кому-то пригодится, спрашивают, здравствуйте, скажите, сколько такую смесь хранить? То есть, когда мы вот этот медный купорос с этим, вот с белым порошком, забыла уж как называется, смешали, получилась голубая жидкость, обычно сейчас опрыскиваем весной, голубое опрыскивание на яблонях, на всех. Хранить ее в расширенных инструкциях, везде написано, хранить не рекомендуется, лучше использовать сразу наибольший эффект от свежей вот этой бордосской смеси, и через сутки от нее уже толку не будет, она быстро теряет свои вот эти качества, как инсектици... ой, фунгицидные. Так, ну вот тут люди опять пишут, Джозефина Рос, зачем торопиться, если холод, это про грядку для тоннелей. Ну, у всех разные ситуации, вот пишет Муся Маринина, что она торопится, потому что рассада на окне погибает, в домашних условиях она хуже, начинает желтеть, а после высадки в грунт она обычно крепкая и закаленная, это один, да, фактор. А я, например, высаживаю в ранние сроки, потому что я выращиваю большое, огромное количество рассады, и дома ее не выдержишь, во-первых, а во-вторых, дома она никогда не получается такая качественная. Если бы вы посмотрели вот все видеоролики, например, зачем выращиваю я в тоннелях, и почему преимущество этого выращивания, этот вопрос не возник бы. Ну, тут у каждого свое. У кого-то, например, нет места на окне, разрастается рассада, она теряет качество, она вытягивается, она желтеет. Правильно вот написала Муся, что она половина еще погибнет дома в домашних условиях, а на улице ей деваться некуда, она делается закаленной, она не тянется. Там солнце, там такая погода, ну, как температура более-менее. Но главное, конечно, не заморозить. Вот опять. Кураж, что хороший. И Ольга Мажаева спрашивает, подскажите, что не так с Шошей? Это ответ на комментарии. Вот написали, Кураж и Герман, отличный огурцы. А вот Шошу выращивала первый раз и последний разочаровал. Вот поэтому я говорю, что Шошу тоже надо испытать, все-таки хороший он или плохой. Одни пишут, что он хороший, другие пишут, что он плохой. Сортов хороших очень много. Сейчас будем, конечно, мы все их обсуждать. Я вот купила новых 5 или 6 сортов. Все хочу посадить в придомовой теплице. Возможно, даже в мешках буду снова выращивать, как в позапрошлом году. И все вам буду показывать. Вот Ольга Риткина пишет, опять, что Кураж хороший. Так. Вот про этих промушек. Сейчас еще промушек прочитаю. Мушки, наверное, у многих. Вот Тамара Ильина подняла эту тему. Я и многие ответили, что дайте, пожалуйста, совет, заполонили мушки на рассаде. Что делать? По квартире летают, в глаза лезут, боюсь, навредят рассаде. Вот смотрите, тут надо разобрать, или это мушки дрозофилы, или эти мушки те, которые появляются на комнатных цветах, они совсем другие. Но у меня других мушек не было, а дрозофилы с приходом вот этой рассады, всего вот этого, они появляются очень часто. Вообще, весной и летом дрозофилы у меня, например, много. И все вот эти мелкие мушки, иногда, может быть, это и не дрозофилы, я не разбираюсь. Вот тут, где написали, что дихлофосом, я тоже использую этот метод, потому что чем обрабатывать вот эти растения, чем проливать всю эту землю, я делаю обработку дихлофосом, они так же, как мухи, как простые мухи, умирают. И вот тут написали, что дихлофосом в квартире не очень хочется. Да, это, конечно, неприятно, но вот у нас, я выбираю момент, уходят все на улицу, я перед тем, как идти, конечно, я не обрабатываю там ногу, но один раз или два раза за сезон, это точно опрыскивание такое понадобится. Я ухожу, когда в теплицу, я все опрыскиваю и ухожу. Все, через час я захожу, через два открываю, делаю проветривание, свежий воздух заходит, и к приходу мужчин с работы все это исчезает. Можно еще, конечно, если... Но опять я не знаю, я вот говорю, какие у вас там мушки. Именно есть вот такая вот мухи, которые в земле, они откуда-то из земли появляются, и в земле вот там вот пишет одна, кстати, зрительница, что они могут там наоткладывать. Тогда, возможно, нужно и фитовермом будет, и опрыскивать, и поливать. Но тут как, тут сложнее. Я вот видела один видеоролик, как они обрабатывают. Они опрыскивают, потом раз одевают этот полиэтиленовый пакет, чтобы оно не выветривалось подольше, и чтобы вот все это, что там было, возможно, и какие-то отложенные, что-то, которые вылупляются, там молодые, тоже погибли. Скажу честно, что вот так я не обрабатывала, я только дихлофосом. И вот тут спрашивают, рыбная и костная мука – это одно и то же. Ну, у них, мы его употребляем, и костную рыбную муку для одного и того же, чтобы обогатить вот нашу почву фосфором, и там много других микроэлементов полезных. Но вообще рыбная мука – это из рыбы, а костная, мясо-костная мука, она тоже бывает разная, но там бывают и перемолонтые вот это вот отходы, как животных, ну, вот с мясокомбинатов, что остается вот это. И говорят, что вот в костной-то муке больше содержания вот этого полезного для земли. Но тут надо смотреть. Если у вас она куплена, например, будете покупать в садовых магазинах, там инструкция побольше написана. А если для животных, у нас иногда продается просто в целлофановом пакете, просто написано, например, рыбная мука или там костная мука, там состава этого, конечно, нет. Но состав у них все-таки зависит. Это все зависит от производителя. Я, например, не могу сказать, что костная мука, которую вы купите в вашем регионе, будет такая же состав, как костная мука у нас в регионе. Это все такое, знаете. Но люди применяют для одних и тех же целей. Что рыбная мука, что костная мука. Все добавляют весной в лунки, можно осенью. Обычно это пользуются те люди, которые не хотят вот эти минеральные удобрения, а не вот эту мясокостную, рыбную муку, потом эту золу. Некоторые там еще всякие экзотические перья закапывают. Все это делаем для того, чтобы был грунт питательный, чтобы в нем было там все сбалансировано. Люди как-то стараются добавить то, чего не хватает в их грунте. Вот у меня грунт тоже жидкий, бедный, песчаный. В том году я рыбную муку использовала. Нынче тоже буду покупать. В каком-то месте я использую рыбную муку, в каком-то месте вот этот фосфорно-калийное удобрение, суперфосфат, всякое. Но все эти удобрения всегда пишут, что лучше закладывать с осени, а не такое длительного действия. Но опять же, с другой стороны, если в прошлом году, например, я весной добавляла в те лунки, которые суперфосфат, то в этом году он как раз будет, ну как сказать, я не осенью, а весной добавляла, но так как он длительного действия, как раз нынешние весенние мои посадки могут воспользоваться прошлогодним суперфосфатом. Фосфор они все равно там найдут. Опять вот кураж, это все хвалят. Вот спрашивает Надежда Амелина, какая же, это же какая размером у вас теплица? Обыкновенная, 3х8, у меня все стандартные, они у нас все одинаковые продаются, 3 метра в ширину, 8 в длину. Вот опять кураж хороший. Ну вот на вопрос, который отвечала, теперь она нашла ответ, что рыбная и костная мука это одно и то же. Зря я все это говорила. Так, кураж и Герман Валентина Панина пишут, любимые сорта. Вот смотрите, спрашивают, вот там где я грядку для тоннелей, Муся Маринина спрашивает, а если толстую нетканку использовать, хуже томатом не будет? Если честно, я не знаю, я толстую нетканку ни разу на тоннелях не использовала, потому что она, ну не знаю, тонкая она ее, когда закроешь, прикроешь ей, такое впечатление, что вообще нет никакой этой ткани, и она светопроницаемая очень, и солнце ярко светит, все. А когда толстой прикрываешь, смотря какой плотностью, то там все равно у них солнца не так много, а так как у нас сибирский регион, и у нас не каждый день солнечные, будут и пасмурные, и когда солнца мало, мне как кажется, ну это мое мнение, что если я толстую, самую толстую положу, да еще солнца нет, что им будет освещения там недостаточно. Но может быть есть люди, которые пользуются, и пользуются с успехом, я не знаю, у меня такого опыта нет, вот я вам говорю, что я использую только тонкую, потому что там же еще будет несколько слоев, я сначала не тканку и полиэтилен вложу, а потом еще другой слой будет, еще один полиэтилен, и вот этот слой на слой, а они тем более полиэтилены у меня, когда на второй или на третий год используешь, они не очень прозрачные, они делаются такие матовые, я толстую никогда не кладу. Ну может быть, если вы попробуете, может быть, будет эффект точно такой же. Так вот, Лариса Сорокина пишет опять, кураж хороший, и вот по ее рекомендации именно она пишет, но изумрудная россыпь или изумрудные сережки, это что-то, в прошлом году я выращивала вообще в первый раз огурцы, этот сорт замучилась убирать, это пучковые завязи, очень супер. Вот, Лариса, я купила сразу же, как только прочитала ваш комментарий, купила вот эти изумрудные сережки, сегодня буду замачивать, и кураж изумрудные сережки, еще несколько сортов. Конечно, как всегда, все покажу вам, и каждый сорт немного опишу, хотя для меня вот эти сорта все в новинку, я тоже вместе с вами буду их испытывать и узнавать. Так, вот тут про лайки, но про лайки я говорю, что я тут вам не помощник, не советчик. Просто Наталья пишет, я всегда палец сверху, а потом смотрю видео, тоже заметила, что исчезают эти самые лайки, но я настаиваю на своем, поддерживаю вас, своей любовью за ваш бесценный опыт, которым вы с нами делитесь. И Светлана Киракосян пишет, что нужно сначала посмотреть видео, и ближе к концу ставить лайк. Если ставите в самом начале, Ютуб считает его проплаченным и удаляет. Но я даже не понимаю, что такое считает, что он проплаченным и удаляет. Ну, вот многие пишут, что исчезают их лайки. И я еще раз говорю, что я в этом смысле такая, ну, я не понимаю вообще, я даже иногда и не вижу, где их смотреть, есть лайки или нет, а тем более, как они исчезают, мне вообще это, ну, не знаю. Ну, вот тут Света дала комментарий какой-то, но он для меня тоже непонятный, что такое проплаченный лайк. Вот пишет Каленкина Наталья, скажите, пожалуйста, сколько процентов затенения у вашей сетки? Ну, а я не знаю, я этикетку уже выкинула, и я, когда ее покупала, я не знала, что они бывают разные. Но теперь вот люди пишут, что есть с большим затенением, есть с меньшим затенением. Но я, вероятно, выбрала как раз такую, какую мне надо. Там и солнца хватает, и тени нет. Она как разреженная такая. Пишет Светлана Гавриловна, что было видео о том, как росли помидоры на черном материале, не могу найти, как называется, тоже хочу так посадить. Но я вот прошлогоднее видео не помню, как называется. В этом году я уже снимала, что мое мнение о посадках на черной агроткани. Тоже даже не помню, как название примерно, но это было примерно месяц назад. Посмотрите, пожалуйста, мартовский. Мне понравилось, и я сказала, высказала свое мнение, что мне понравилось. Но я в прошлом году не убрала его. А люди посоветовали, что даже не нужно убирать, нужно в этих дырочках опять прорыхлить грунт, и добавить туда что-то, удобрить и посадить снова. Я, наверное, не буду убирать, потому что растягивание и делание дырочек это вот самое трудоемкое, что было в этом процессе. А сейчас, если мне не нужно убирать и не нужно снова натягивать, мне еще проще. Я вышла, воткнула стаканчики в эти дырочки и все. Потом расскажу, как второй год. Как это, без убирания этой пленки и без копания земли, как вырастут томаты. Валентина Клименова написала, с утра посадила, ой, с утра спросила, а к вечеру посадила. Высадила 8 штук в качестве эксперимента. Укутала, перекутала, ну, пальцы крестиком. Я, знаете, я бы тоже посадила. Вот у нас сейчас с сегодняшнего дня началось тепло, и будет несколько ночей. Представьте, ночью будет плюс 5, плюс 7. Значит, теплица будет больше 10 градусов тепла, даже без подогрева. Но я боюсь, потому что впереди, там в прогнозе, есть после 17-го такой скачок понижения, опять на минус 3, на минус 4. Я боюсь, что будет сложно. У меня в этой теплице надо вот всю ораву остальную сохранить, еще туда придется бегать. Я хочу все-таки эту неделю подождать, и буду высаживать после 22-го. Там уже точно будут совсем теплые ночи. Пока просто вынесем на хранение. А вот я написала, что примерно 22-го, 26-го апреля я наметила высаживать. Так. Вот пишет Карл Игаш Мухамбетова. Дочь привезла из Барнолоса, именно алтайские, будем сажать на севере Казахстана. Но вы нам потом скажите, как они. Вот тут Елена к видео, какому-то к прошлогоднему. Что-то у меня прыгает. Зачем высаживать два томата в одну лунку? Написала. Да это не одна лунка, даже смотреть не хочу. Ну, это личное дело добровольно. Конечно, насильно никто не заставит смотреть. Но вообще-то это одна лунка. Если одно углубление и один к одному колу привязано, тут вопрос второй. На каком расстоянии? Где-то я расстояние делаю больше между ними. Где-то 10 сантиметров, где-то 15 сантиметров. Но если на расстоянии 10 сантиметров и 15 высажен томат, то это считается уже в одну лунку. Когда не в одну, то расстояние делается 40-35 минимум сантиметров. Это лунка от лунки. А 10-15 сантиметров, ну как ни одна лунка. Так, ну у нее, наверное, у Елены просто настроение сегодня плохое было. Так, вот тут Ольга Потехина спрашивает про арбузы. Климат одинаковый, какие арбузы дыни можно высадить. Но я только что, только что об этом недавно, вот 25 января видео, вот ссылки, 21 января про дыни, про все. Я вот и отвечаю, что можно не спрашивать вопрос, а если полистать вот эти вот предыдущие выпуски, на канале есть все. Вот кто уже давно смотрит, они знают, что каждый год все это повторяется одно и то же. И мне кажется, уже на любой вопрос есть ответ в видеоматериалах. Ну просто не все могут искать, умеют. И не все хотят. Легче. Ну как, написать вопрос, конечно, быстрее, чем искать. А я иногда сама не могу найти. Вот зададут, как у вас назывался этот видеоролик, а было это год назад. Ну я тоже не могу найти. Вот пишет Светлана, вас надо с утра смотреть, благо, что в видео каждый день настроение сразу поднимается. Добрый, позитивный человек. Я и хочу поднять вам настроение. Я хочу, даже если у кого-то что-то не получается. Хочется сказать, что ну не получится в этом году. Ну на будущий год вы учтете свои ошибки. Я вот всегда говорю, что когда я начинала, у меня был вообще ужас. Тем более были маленькие дети. Мы были на работе заняты с утра до вечера. На заводах работали. Встанешь в 7 утра, детей в охапку и пошел. В 6 утра опять детей забрал с садика. В 6 утра придешь, посмотришь в огород. Надо поливать, надо полоть. А еще не было машин автомат, учтите. Надо постирать в садик вот эти сменки. Надо приготовить ужин. И конечно огороды были у многих запущены. Особенно кто вот работающий. Я вот рассказывала уже не раз, что морковку посеешь. Пока туда-сюда забегаешься, придешь, ее сорняки до такой степени забьют, что я не видела даже где редки. Начинаешь выдергивать все это вместе с морковкой. У меня бедные дети летом ходили по огороду и сказали, мама, мы же весной садили огурчики, мы даже луночки найти не можем, все заросло. И такое было. И высадишь иногда пораньше, вроде хочется детей порадовать. Теплиц не было. И замерзнет все. А рассады дополнительной нету. Идти на базар покупать денег нету. Все было. И поэтому я сейчас вот очень понимаю всех этих начинающих огородников, молодых особенно, которым вроде бы вот этот урожай, который они хотят вырастить, он был бы и дополнительным подспорьем, чтобы не ходить детям, например, за редисочкой заранее. Хочется же все. За помидоркой, за какой-то, когда первые-первые. Лучше вырастить свои. Я хочу, чтобы вы научились все это делать, чтобы все. Но тут самое главное, конечно, особенно если сибирские регионы, другие холодные регионы, тут нужно просто запастись каким-то терпением, упорством, что, возможно, в первый год и не получится. Значит, получится во второй, в третий раз. Я всегда говорю, что пробуйте, не опускайте руки, все везде растет. Вот Надежда Уткова, я увлеклась. Я начинаю рассказывать про огород, что-то такое воодушевление. Огородушевление сразу, как представлю сейчас, как первые помидоры поспеют очень рано. Потом снег выпадет, будет на теплицах лежать иногда, может быть, снег и не, а помидоры в теплице уже будут такие хорошенькие. Вот Надежда Уткова пишет вот как раз в унисон моему всему этому выступлению. Сначала расстроилась рассадой помидор после пикировки. Маленькие, худенькие. Решила еще раз пересадить. Это получается уже второй раз. Рассада стала выправляться так, что считают они мартышкин труд. Видно, рассаде стыдно стало, и она не стала меня расстраивать. Если надо будет, еще пересажу. Вот это правильный настрой, что один раз пересадила. Вижу, ну мало толку, еще раз. Если надо будет, еще раз. Так, тут у меня вот Алла Смагина в гости приглашает в Москву. Ой, у меня мечта, давно хочу увидеть столицу нашей Родины. Наверное, так и закончу свою жизнь, не увижу ни море, ни Москвы. Ну, наверное, вот все-таки куда-то выехаю. Надо. Сейчас внук подрастет. Так, вот пишет Ирина Горшкова. Рассаде месяц тоже поворачивается во внутрь края листьев. Это сорта ранних санька, сибирский козырь, сибирская тройка. На фоне других бросается, в глаза стоят, как будто кулачки сжали. И довольно хилые. Но я читала, что они потом догонят. Но я вот уже отвечала на подобные вопросы, что, возможно, после высадки в грунт они все выправляются. Кто-то хорошо переносит выращивание в домашних условиях. Каким-то сортам это не нравится. Так, Оксана Бульбах. Ну, тут пишет о том, что чем человек наполнен, тем и делится. Вот про комментарии. У кого-то, правда, комментарии добрые, а у кого-то сильно. Вот пишет, она же на томатах, на кончиках листиков появился бордовый цвет. Что это такое? Может чем-то подкормить? Про бордовый цвет мы уже говорили. Если это не от холода, вот бывает, что я выношу на холод, сразу приобретают листья бордовый оттенок. Если это не от холода, то по большей части, в большинстве случаев, это недостаток фосфора. Вот опять мы про это сегодня говорили. Монофосфат калия. Можете подкормить монофосфатом, можете сделать вытяжку с суперфосфата. Сегодня, если успею, покажу, как делать вытяжку с суперфосфата. Тут дальше где-то уже есть об этом вопрос. Это такое традиционное, как классическое средство в тех случаях, когда в грунте мало фосфора. Так, вот в нижний ногово тоже хочу съездить. Так, это про подкормку растений, которые я вчера уже показала. Вот тут пишет Валентина. Опять мне сделали замечание про ударение, что кобелей. Кобели – это собаки, а кабель – провод. Ну вообще я это знаю, да? Но вы знаете, что… Сейчас отвечу вам в шутливой форме. Бывают же такие оговорочки по Фрейду. Возможно, это у меня была одна из них, а вы меня тут раскусили. Все, идем дальше. Кобели и кабели. О чем говорила я? О кабелях или о кабелях? Это знаю только я. Так. Евгений Кичаев пишет. У вас там воробушки чирикуют, а у нас они все исчезли. Но я же говорю, что у нас полный дом воробьев у нас очень много. Потом летом покажу, как они, когда родятся дети, как их много. Ну все, у меня закончилось время на камере, на фотоаппарате. Прощаюсь, до свидания. В следующий раз следующие вопросы и комментарии обсудим. Все, пошла работать.